Всем привет! Меня зовут Юрий, и вы смотрите курс по теме Stackmin на канале LoftBlog. В этом уроке мы познакомимся с AngularJS. Многораздо больше информации вы найдете на нашем канале в специальных уроках. Когда мы займемся Angular, то мы рассмотрим, как использовать его для создания компонентов для существующей веб-страницы, включая обращение к API для получения данных. Следующие два урока будут посвящены использованию Angular для создания одностраничного приложения. Основываясь на полученных знаниях, мы переделаем локатор в Spark. По ходу дела обратим внимание на рекомендованное решение, научимся создавать модульные приложения, удобные в сопровождении, благодаря допускающим повторное использование компонентов. Через три урока мы получим полностью работающее одностраничное приложение, взаимодействующее с API REST для создания и чтения данных. Angular — это второй фреймворк JavaScript в стеке Min. Первый экспресс. Экспресс, как мы видели, располагается на сервере, в то время как Angular на стороне клиента в браузере. Итак, что же необходимо сделать, чтобы подключить Angular к нашему проекту? Все очень просто. Мы заходим на официальный сайт angularjs.org и скачиваем себе файл с крипта. Создаем сразу папку Angular. и располагаем файл здесь. Теперь у нас есть скрипт. В этой же папке мы создаем новый файл, который мы называем locator.app.js. В нем мы будем размещать наш модуль. Сразу, пока мы здесь, сразу описываем наш модуль и сохраняем. Далее нам необходимо будет модифицировать представление для включения JavaScript и описание приложения Angular. Angular. Далее нам необходимо будет описать приложение Angular в HTML. Для этого мы добавляем сюда дополнительный тег ng.op равно locator.op. Теперь все страницы locator готовы к выполнению каких-либо действий Angular. Первым делом мы удалим те данные, которые сейчас приходят нам из API. Для этого нам необходимо изменить функции в нашем контроллере. мы оставляем лишь функцию render.homepage и не передаем туда третий параметр. Начнем с того, что жестко зашьем некоторые данные в область видимости, чтобы можно было разобраться с представлением. Первый шаг создания функции для кода нашего контроллера в файле locator.app.js назовем ее location.control, не забыв передать параметры scope и присвоив свойству дата массив объекта вместо положений. Продолжение следует... Продолжение следует... Ниже там, где мы описывали модуль, мы добавляем туда еще контроллер. Теперь контроллер, привязан к приложению, помещает данные в область видимости. Но представление нигде не описывает контроллер Angular, так что он пока еще не будет использоваться и все еще применяет привязки данных экспресс. Поэтому вернемся к приложению экспресс и модифицируем представление для домашних страниц. Для этого заходим в файл location list. Описываем здесь использование контроллера. Продолжение следует... 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 Сейчас мы вводим в этой функции абсолютно то же самое, что у нас и имеется. Для обращения к нашей директиве нужно написать ее по-другому. Мы не можем воспользоваться version case, мы должны просто взять и написать наши слова через тире. То есть, если у нас был writing stars, мы должны написать writing defis stars. Покажу, как это будет выглядеть на деле. Вот таким образом мы вызовем нашу директиву. Так мы можем передать некоторую переменную в наш шаблон. Также для того, чтобы получить вот эту вот переменную рейтинг, мы переходим сюда и задаем здесь. Это значит, что где бы мы не захотели использовать звезд для оценок, мы сможем добавить в элементы HTML два атрибута. Один для привязки директивы, а второй для передачи значения оценки. Таким образом, директива больше не зависит от наличия конкретных значений в родительской области видимости. Но даже после всего этого звезды пока не отображаются. Для этого мы используем внешний HTML файл для шаблона. Так, создадим файл рейтинг stars.html. Пишем здесь, что мы используем этот шаблон. Сначала просто опишем три звезды. Если мы сейчас попробуем обновить страницу, то нам выводится просто три звезды. Сделаем наш шаблон умным, чтобы он получал значение и выводил определенный класс. Теперь при перезагрузке страницы мы увидим правильные звезды, которые мы задали. Также добавим текстовое поле для того, чтобы мы могли, например, фильтровать результаты. Добавим немножко стилей. Ну а также, если мы, например, возьмем и напишем, у нас все отлично работает. Для этого мы написали просто минимум кода, насколько удобно нам работать с Angular. Теперь нам необходимо получать данные из API. Для этого нам необходимо переместить данные из контроллера в сервис. Сервис – это автономная единица функциональности, которую можно объединять для обеспечения полной функциональности приложения. Постепенно вы начнете использовать сервис в Angular очень часто, поскольку выполнение большей части логики приложения желательно поручить сервису, чтобы обеспечить возможность его многократного применения несколькими контроллерами. В данном случае мы создадим информационный сервис, который сможем использовать где угодно. создадим точно так же функцию и вернем ей наш массив данных. Для того, чтобы подключить сервис, мы дописываем сюда команду «сервис» и не заморачиваемся насчет названия. Теперь для того, чтобы использовать сервис из контроллера, необходимо сначала передать в сервис контроллера. Для этого мы изменяем нашу функцию «LocationListControl», добавляем второй параметр «LocatorData» и вот так передаем. Если мы сейчас обновим страницу, мы не увидим абсолютно никаких изменений. Мы просто вынесли получение наших местоположений в отдельный сервис, так как в сервисе мы сейчас будем обращаться к API. Мы уже пользовались модулем «Request» в прошлых уроках, и также в JavaScript при помощи jQuery можно обращаться к IACS, так как для нас будет не проблема. В Angular же для выполнения запроса есть модуль HTTP. Добавить сервис HTTP в приложение – несложная задача. По сути, просто нужно воспользоваться им в нашем информационном сервисе. Чтобы начать работу с сервисом HTTP, необходимо знать в нем две ключевые вещи. Сервис HTTP предоставляется другому сервису путем передачи его функции в виде параметра, аналогично тому, как мы делали переменные scope в контроллере. И у сервиса HTTP имеется метод get, для вызова которого достаточно одного-единственного параметра на входе – URL. Эти два момента вместе приводят к тому, что модифицированная функция информационного сервиса, locatorData, будет выглядеть вот так. Итак, теперь вместо возврата каких-то жестко зашитых данных информационный сервис возвращает вызов метода HTTP GET. Но если вы перезагрузите страницу, надеясь увидеть данные на домашней странице, то будете разочарованы. Хотя и сможете увидеть в консоли JavaScript вашего браузера, что запрос был загружен и вернул какие-то данные. Почему же страница не отображает данные? Это происходит потому, что HTTP GET – асинхронный метод, а контроллер пытается использовать его как асинхронный. Для этого нам необходимо учитывать выполнение нашего сервиса и обработать такие функции, как success и error. т.е. мы опишем функцию при успешном выполнении запроса и ошибки. Также в наш сервис необходимо добавить параметры HTTP, ведь без этого система не узнает, что мы собираемся использовать. У нас все получилось. Замечательно, великолепно, чудесно, волшебно. Теперь необходимо бы сообщать пользователю, что вообще у нас происходит. Центральный роман Замечательно, что Казахстан Замечательно, что на самом деле Э Брат Брат Вот так вот, например. Это поможет нам работать с пользователем. Еще место поблизости, хоп, и наше место выводится. В крайнем случае, если у нас будет где-то в другом месте, и не найдено будет для него место, то ему выйдет, что не найдено место поблизости. Если же будет какая-то ошибка с API, то напишет, извиняюсь, что-то пошло не так. Теперь добавим HTML геолокацию. HTML геолокация. Для того, чтобы все заработало, необходимо сделать следующее. Добавить обращение к API HTML5 геолокации. Должение Angular. Выполнять поиск мест только после получения местоположения. И передавать координаты информационному сервису Angular, убрав жестко зашитые координаты. И по ходу работы выводить сообщение, чтобы пользователь понимал, что происходит. Начнем с первого пункта. Добавим JavaScript функции геолокации путем создания нового сервиса. Субтитры создавал DimaTorzok Этот код дает нам сервис Geolocation с методом GetPosition, которому можно передать три функции обратного вызова. Сервис проверит, поддерживает ли браузер геолокацию, после чего попытается получить координаты. Затем сервис выполнит один из трех различных обратных вызовов, в зависимости от того, поддерживается ли геолокация и удалось ли получить координаты. Следующий этап – добавление этого сервиса в приложение. Для этого мы просто дописываем в наш модуль еще один сервис. Когда геолокационный сервис зарегистрирован в приложении, необходимо его внедрить в контроль в LocationListControl, чтобы последний мог его использовать. Для этого нужно просто добавить имя сервиса в принимаемые функции контроллера параметра. Теперь мы будем использовать геолокационный сервис из контроллера. Продолжение следует... Продолжение следует... И если мы сейчас перезагрузим и не разрешим, нам напишет ошибку о том, что юзер запретил получить геолокацию. Но сейчас у нас отображаются, если мы опять обновим и разрешаем, у нас до сих пор отображаются жестко зашитые данные. Нам необходимо избавиться от этого и передавать данные пользователю. Для этого мы модифицируем наш сервис. Продолжение следует... Теперь при обновлении будет спрашивать ваше местоположение и сверять с местами поблизости. Итак, в этом уроке мы рассмотрели следующее. Простую и двустороннюю привязку данных. Рекомендуемое решение по использованию Getter и Setter Syntesis для описания модулей и их компонентов. Описание контроллеров в коде и HTML для управления приложением. Функционирование области видимости в Angular. Создание сниппетов HTML. Использование фильтров. Использование сервисов. Сервис HTTP. Работу с API геолокацией HTML5. В следующем уроке мы планируем начать преобразовывать приложение Locator в целом, работающее на Angular одностраничное приложение. Так что вдохните поглубже и готовьтесь. Это будет что-то.